И снова привет! Я традиционно начинаю это видео в машине, потому что там темная холодная ночь. Сейчас 3 часа 52 минуты. Я на окраине поселка Тирлян в самом-самом центре Южного Урала. И впереди меня ждут тысячники. Интересное место, интересные красивые вершины с классными скальниками. Постараюсь успеть туда к рассвету. Для этого и выехал вчера вечером. Ехал всю ночь. И вот сейчас пойду в горы. Погнали со мной. Надеюсь, это будет интересно. Может быть даже красиво на рассвете. Погнали, погнали вперед. Отправляем машинку здесь, на окраине дороги. И мой путь будет лежать вон туда. Еле угадывающие силуэты гор. Сегодня полнолуние и достаточно светло. Можно идти даже без фонарика. Морозно, сверкает снежок. Как пройти бедовой красоты? Корабельные сосны и яркие шары луны. Все-таки ночью офигенно ходить. Ребята, вы много теряете, что ходите только днем. Черт, попал в какую-то жопу. Сплошные буреломы. Морда-хлыст. Да, где-то должна быть, в принципе, дорога-то, но, видимо, не там свернул, что ли. Все, сплошные завалы. Сейчас будем прорубаться. А время-то тикает. До рассвета 2,5 часа. Идти еще 5 километров. Можно пролюбить все в этих ебенях. Ладно, ловим. Отлично. Отлично, что я не сразу вышел на эту снегоходную дорогу. Она идет прямо на вершину, судя по всему. И если бы я шел по ней, это было бы достаточно скучно. А так накрутил хорошо по буеракам, по буреломам. А я ведь сюда приехал и знал, чтобы тренироваться. Поэтому все отлично. Но, конечно, снегоходка, она всегда радует в походе. Иногда вершины в тысячниках Урала выглядят вот так. Никак, если быть точнее. Опушка леса. Но, к счастью, здесь есть крутые вершины рядом по соседству. Исходя на эту вершину для галочки, можно посмотреть классные другие скальные вершинки. Куда я иду. Вот они, столбище. Проступают в предрасветных сумерках. Ну, похоже, зря торопился. Рассвет, похоже, не будет. До рассвета минут сорок. Ну, в любом случае, надо подняться. Да, вот здесь такой подъемчик. По таким каменным ступеням большим. И, в принципе, можно вывести нормально. Вроде бы. Но прогноз не очень хороший на рассвет. Точнее, очень плохой. Ну, ладно. Надо лезть. С той стороны не получилось подняться. Обошел. Здесь, по-моему, по положе. Попробую отсюда вылезти. Сейчас подойду на лыжках под начало скал. Ну, вот тоже херово. Вот так-то логично, если по этой полочке туда выходить. Но тут вон есть куда лететь. А она заснеженная. В общем, не очевидно. Сейчас подойду, конечно, но похоже, одному тут зимой не вылезти. Ну, по крайней мере, этот риск не стоит того. Нет, не пойду туда, какой базар-то не играл, но надо уметь вовремя остановиться. Я думаю, я еще схожу сюда летом. Ну, вот смотрите. В принципе-то здесь не проблема. Вот по этим наклонным полочкам вылезти туда и уже там выйти наверх. Но сейчас тут снег, лед. Я в пластиковых горлыжных ботинках, которые все равно не настолько цеплючие, да? А лететь вон туда. Поэтому отбой. Ну, вон, собственно, и столбище, я так понимаю, в южной части. Сейчас весь праздник пройду. И посмотрим с вами на столбище. Младшие братья из детских зубчаток, да? Или сестры. Неплохо смотрится, неплохо. Но, к сожалению, за ними сплошная хмарь. Такой гребешочек достаточно острый. Засыпанный снегом обильно. А я тут... Ну, да, можно полететь вниз. Сейчас пару фоточек сделаю. Попью чайку, да, наверное, пойду обратно. Дорогие мамы и папы, если ваши дишки будут себя плохо вести, скажите, что он придет... Бабайка! Олег! И заберет их в холодные горы Южного Урала. Все, пошел назад. На вторые малые столбище не пойду. Что туда идти, если... Погода нет, снимать нечего. Лучше схожу туда в нормальную погоду и сюда опять вернусь, когда есть что снять. А сейчас еще забегу на еще один тысячник и уже к машине. Думаю, где-то в 25 сегодня выйдет. Хорошая тренировочка. Вышел на видовочку. Там вот бубка где-то фирлян. А вершинка, мне кажется, вот она торчит. Скалка. Сейчас туда пройдем. Люблю, ловезнитуризм. Декабрь нынче малоснежный. И это, с одной стороны, облегчает путь, так как нет трапежки, а с другой стороны все палки, все говно на лыжах. Повстальяно цепляешь. В общем, короче, приятного мало. Может, даже лучше трапежка была бы. Фу. Это тысячник поинтереснее будет. Скальничек такой. Может, что-то видно будет. Сейчас залезем. Еще один тысячник. Вторая в этом маршруте. Программа. Средняя программа выполнена. Две трети. Хорошо потренировался и взял две тысячника. Не пофотографировал, потому что рассвет не явился, но у него справка от гидрометцентра. У него освобождение. Ладно. Сейчас посмотрим, что видно отсюда. И погнали вниз. Остатки вышки треугольационной. Разваливаются, разваливаются. Скоро совсем не останется. А кое-где еще стоят тоже. Тверноарепный. Такая стоит большая. Метров 10. А вот и вид какой-то тут открывается на юг. Ничего, конечно, особо интересного. Но классный балкончик. Здесь, наверное, осенью красиво, да? Смотрите. Может какую-нибудь панорамку убахнуть даже, а? Вот специально для таких случаев, когда объектив запорошил снегом, я ношу с собой кисточку. Сейчас потелебоню ей объективчик и сниму панорамку. Блин, красиво. Приятная такая вершинка. Мне понравилась. Хоть и вид, конечно, с нее особо не открывается, но, в принципе, такое море тайги. Плавные изгибы. Я думаю, осень здесь очень красиво. И можно поставить палатку прямо на вершине. Будет круто и романтично. и до деревни недалеко. На выходные на денек прибежал, переночевал, убежал. Романтики. Рекомендую. Ну, а теперь кататься. Меня ждет почти 6 километров спуска и большая часть по снегоходке. Это будет просто бабслей! Вот это, конечно, за это стоит. Любить лыжный туризм. Это то, что я люблю. Классно, что я ее потерял ночью, а то был совсем чуть-чуть так. Так сотропил по лесу, а сейчас к отму с удовольствием. Прямо все прелести, все удовольствия. это я люблю. Это я люблю. Ладно, что встречки не было за ворота. Ред вы так спуститесь с таким кайфом на обычных туристических лыжах и пружинных креплениях. Это очень сложная поверхность здесь узкая. Видите, пресеченная, узкая. Отормаживаться сложно. Но все удобно, все равно, с нормальными креплениями. Все, заканчивается мой маршрутик коротенький, 27 километров. Вон стоит машина. Здесь какая-то помойка вокруг меня, а по периметру видны горы. Давайте посмотрим карту напоследок. Стартовал в Тирляне, сперва поднялся на гору 10-21 безымянную, затем на большие столбища, полазал по ним, затем поднялся на вершину 10-26-6 просто столбы называется и вернулся в Тирлян 27 километров. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, мне будет приятно. Хотите, я не перестану, если вы не будете ставить лайки, но видео могу перестать снимать. И до новых встреч. Спасибо, друзья. Любите Урал, любите горы, любите себя.